Правительственная комиссия ведет расследование трагедии, произошедшей в ущелье Кукса и Жамбулской области. Министр обороны Сакен Жасузаков встретился с пострадавшими в результате схода снежной лавины. Напомню, ЧП произошло накануне, во время плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91-678. Погибли 7 человек. Министр обороны Республики Казахстан Сакен Жасузаков по поручению премьер-министра сегодня утром вылетел в Жамбулскую область. По прибытию в аэропорту ему сразу же доложили обстановку в ущелье Коксай, где и произошла трагедия. Из воздушной гавани глава оборонного ведомства в первую очередь отправился в госпиталь, где встретился с пострадавшими. Прекрасно необходимо. Все есть, все есть, специалисты есть. К нам привезли 8 военнослужащих. Из них двое были оценены в тяжелом состоянии. Остальные шестеро средней степени. Ближе к удовлетворительным состоянию было. Двоих сразу поместили в реэмоциональное отделение. Провели лабораторные инструментальные методы исследования. Травм, опасность угрожающей жизни не было, переливов не было определено. Было общее переохлаждение организма. С помощью военных врачей и врачей гражданского здравоохранения больные сразу получили специализм медицинской помощи. На данное время состояние у всех удовлетворительное. Сейчас мы находимся на территории войсковой части 91-678, где располагается тот самый горно-егерский полк. Семь военнослужащих которых вчера погибли. Отсюда час езды до ущелья Коксай. Министр обороны отправился сюда сразу после госпиталя и встретился с личным составом, чтобы разобраться в причинах трагедии. Также Сакен Жасузаков лично выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих. А я напомню, что 17 февраля в районе 13 часов в ходе плановых занятий, проходивших в ущелье Коксай Жамбулской области, произошел внезапный исход снежной лавины. Там находилось на тот момент 23 человека. Семь военнослужащих погибли. Асхат Нязов, Санжар Жартеев, Хабар 24, Жамбулская область.